МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сёня провёл промую телефонную линию и особистый приём грамадян. Головная мотивация – здоровье маленьких пациентов и удячность их батьков. У Гомельской детячей поликлиниции працует супердоктор. Индийский слон и карамболю в Гомельском цирке стартовала новая программа. А зараз об этом и иншим больше подробно. Член Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь Алексей Неверов сёня провёл промую телефонную линию и особистый приём грамадян. Правда, зверталися до его не только як до сенатора, але и як до старшиня областного объединения профсоюзов. Об агученных проблемах и принятых решениях – сюжет наших корреспондентов. С пошатку две годины промой телефонной линии. Сярод агученных проблем – выкористание у жилых шмат поверховых домах старых лифтов и необходность их замены. Прадоставление и льгот молодым специалистам, які навучались за уластный кошт. Неадекватные покарания за нанесенную предприемству экономичную шкоду, коли помер штрафа у разы перевысил реальные страты. Отповедное пытание дарыча утрымливается у спися распроцованных сенаторами пропанул по унесению изменений у администрационный кодекс. Зараз ён накераваны для разгляду администрацию президента и совет министров. Ображата гожих ару регионах валю реализация некоторых положений новой редакции працонного кодексу. Люди в первую очередь интересуются жилищно-коммунальными вопросами по месту своего жительства, вопросами новой оплаты труда в бюджетной сфере, которая у нас сейчас актуально рассматривается. Был даже вопрос по празднованию 75-летия Победы, как будут чествоваться ветераны. Почас особистого приёма – размова об якости дорог, про салуткование и взяление жилья. Для того, как принять объектуное решение, по некоторых своротах будет проведено удокладнение у всех обставинов. Ситуация, якую огучивая мать героини Татьяны Чыкунова, явный законодавчий пробел. Для Алексея Неверова цикавая шеяк для члена Совета Республики. У жаншины пятеро детей, и она узнагороджена орденом мати, але практически немая ніяких льгот. Коли б детей было на одного больше, ситуация отразнивалася б кардинально. Алексей Неверов обецая заняться гэтым пытанем. Я имею пенсию обычную. Орден к этому не касается. Даже никаких повышенников ему нет. Это одно. Второе. Путевка тоже. Становишься намочить пас. Общую очередь. Никаких льгот в этом отношении не имеет мать. Нет уже. Активно. Если уже шесть детей, то значит тебе там все. Опять имея огонь мати, у тебя нет. В уголе Жихарки поселка Юбилейный пришли на прием задразу некалькими пытаниями. У свой час яны по некальки десяти годзю отпрасывали на племзаводе «Бяроски», яке тепер неяснуе. Частковое го правопераемником стало сельгаз-падприемство «Тепличное». Але ніяких льгот былым работником племзавода, яно не предоставляя. Ни у оздоровлении, ни про уборцу урожаю на проседзибных участках. У меня была люцерна в нагороде, обголотили. Ну, даст только веки урожай. Вообще-то я не знаю, что его не было. Так что тут комбайн пришел, там 5 минут затратил. Я говорю, ну как будет у нас скидка на это или что? А вы кто? А мы, скажу, племзавод «Бяроски», а сейчас, скажу, мы никто. А у нас только есть скидка для своих рабочих. А мы кто? Значит, надо рассмотреть вопрос, я с уздоровлению позвоню директору, чтобы вот этих людей, человек 20 чуть больше, взяли их на учет, на как пенсионеров, на профсоюзный учет. И вот они просят на своих плюсальных участках, когда убирают жито, там, предположим, помогают, да? Какую-то скидку, как профсоюзом делали, он там определенный. Все-таки не так уже их много, они все работают на этой земле. Хоть официйно гэты прием Алексей Невера упроводзил, як член Совета Республики, зверталіся до его не только як до сенатора, але як до старшині обласного об'єднання профсоюзів. У решті гэта апраудана. Сьогодні профсоюзні структуры є ва усіх районах в області, що дозволяє варашість проблеми більш оперативна і эффективна. Мазырський нафтоперепрацовчий завод отзначає 45 годі. У 1975-м годі тут був отриманий перший полецкий бензин. Про досягнення і даліше планы розповіли представникам регіональних і республиканських СМІ, які побывали на заводі у рамках прес-тура. У состав делігацію вайшлі так само керівніки і спеціалісты предприємства у концерна і представники бізнесу. Подробязність в наступному сюжеті. Про гісторію завода з моменту будовніцтва і до гэтаха дня удільникам прес-тура розповів генеральний директор предприємства Віталь Павлов. Обмінулим пагутарили у музейным покої прабудучиню на будовнічай пляцовці комплексу гідрокрекінгу тяжких нафтових рештків. Після його запуску глибіння перапрацовки нафты узрасті до 90%. Памімо пачці всіх, можна сказати, білорусських підрядчиків, ми привлікли організації САКАР, це Азербайджан. Організації берем персонал, набираєм. Трудзіцца, можна сказати, пачці со всього Савєцкого Союзу. Агольний кошт інвестпраєкта з вищ 1 мільярда 200 мільйонів доларів США. Вартат значить, што бягуча і інвестиційна дзійнасть праводзіцца виключно за кошт уласних сродків. А гэта значить, што свой 45-гадовий рубеж завод перегадолів з устолівыми показчиками развіцця. Завод ніколи не останавливався, а поступательно двигався вперед. Постоянно була направленість на розвиті, розвиті і ще раз розвиті, потому що всігда на заводі було і є понімання, що тільки не останавливайся, завод буде конкурентноспособним. За почні гады на рынок вийшли нові віди таварної продукції. Узросла витворчість бітуму, 95-го бінзіну. У асортименті з'явіліся 4 віди 92-го, поширена лінійка дизільного паліва. Виробляються 98-й і сотий бінзіни. Завод працює ваустойливим технологічним режимі. Пропрацовуються варіанти замящення російської нафти, сировіни з альтернативних криніць. Сьогодні на заводі протягують реалізовувати програму розвиття, розліченую на 2005-2020 годы. Пропрацовуються стратегії і на наступні 10 годі. Усі ближайші і даліші плани на безперапинну модернізацію. Єгенія Савіна, припатримці телеканала «Мазыр». Протягуєм випуск. Кожний день він приймає до 70 маленьких пацієнтаў. У вольный час гуляє по парку, а по вечарах знаходзіць на сторонках соціальних сеток стануче в одгукі об сваёй праці. І гэта мотивує і придає сіл. Размова об підеятры Каві Даглі, які по признанні пацієнтаў став лепшим діцячым урачом регіона. Отповідный диплом ён натримаў на урачистай церемоніў у Мінску. На ёй былі огучені ўсі пераможцы конкурсу «Супердоктор». У дітячай поліклініці на Ландышева, дзі працює підеятр, побывала Марина Джалая. Завтра у Леры дзянь радження. Дзянці спаўніться 10 годів. І так здарылась, што мінавіта на переды дні свята яна захварыла. Але походы ў поліклініку маленьку пацієнтку не вельми засмучаюць. Тут я ё чекаю, любімый доктор Кава Даглі. Рассказывай, што ёт ёе валіць? У мене насмак і кашель. Понятно. Ідём, давайте ёе послушаю, посмотрим. У вугуле Лера хварее редка. У гэтым сезоні простуділася ў першыню. Тата дзявчинки Дзмитрі каже, што доктор Даглі заусёды призначаў лячыня, якое худка вертаў ёху дзятей да звычнага ладу життя. Очень хороший специалист, давно наблюдаемся, очень хороші рецепты даёт. И советы? Советы. Ну, он хороший, я выполняю рекомендація. А щас, што тебе посоветують, што надо дзялаць? Ну, прыскать там нос, горл, які-то лекарства, піць. Будеш піць? Да. Кава Даглі – сірый. Яго батька так сама медик. Працываў гинекологам. Прышым адукацію так сама отрымліваў ў Беларусі. Сам жакава Даглі пасля заканчыня Гомельскага медицинскага университета шызі гадоў таму прайшоў працываць ў дзятяшу баліклиніку на Ландышева. Сирот восьми підеятров ён – адзіны мушына. Кажа, што ў гэтай справі важна не толькі подобрать правильное лячыня для маленьких пацієнтов, але и наладзіць контакт і ўзаемный довер за ёх батьками. А сваіх калях, блізкі ж засталіся на Радзімі, лічыць сваёй сямьёй. Моя вторая семя, поэтому, чесно сказаў, я всегда тут чувствую себе уютно, как будто дома. Почти 16 лет ўже проживаю в Беларусі, в частности, именно в Гомелі, поэтому у меня второй родной город. Вольных адшасу, признаецца доктор Даглі, вельми мала. Праця займае па 12 годин ў дзень. Підеятры праймае пацієнтов не толькі ў дзятшій поліклініцы, але и ў приватным медцентры. Кабу таким напруженым рытмі не страчуваць энтузіазм до працы і професійна не выгораць, на так званую перезагрузку ходзіць ў парк. Ізразумела, вялікая патрымка гэта водгуке пацієнтов, якімі яны шодро деліцца ў соціальних сетках пасля візітаў да свайго любімага підеятра. Марина Джала, Ігор Марышчынка, Телерадо, компанія «Гомель». У Гомельскім цырку «Карамболь» новая праграмма з аншлагом стартовала на выходных і па реакцій глядачоў можна зрабіць вынік. Поспіх гарантованы. «Карамболь» мае інтернаціянальны состаў артыстов – ад Расіі і Україны до Германии і Мексікі. Кожны з нумаров демонстраваўся на замежных аренах і отрымав не адну узнагороду. Любімі дзятьмі дресірованныя жавёлы паказываюць спрыт і кемліваць. Дорослых празваны здивіць поветранні гімнасты, особлива номер «Вертыкальний палет», які виконуваецца ў полной темры. А таксамат «Руки с кем» і шарами от Станислава Абертаева, эксклюзив от жонглёра Пабла Мартіноса, рызыковы номер за арбалетом у виконані Антона Папазова і, конешні, клоунадам. Мені всігда нравился Гомель і гомельський зритель. Що касаємо «Легко» і нелегко, якщо зрителі нравиться, то по щелчку вони становяться твоїми друзями, а тим більше – це мої партнері. Так що, як інші кажуть, не покупайте билетів першої ряду, тому що клоун витянет. От мене бесполезно прятатися, я можу і на 12-й ряд підняться. Шоу «Карамболь» діужиться 2 години. Проходить буде по два представленья по выходних днях до перших ісаковика. Супристояння великих домов і танцы у Гомелі пройшов інклюзивний баль «Гульні Прастолов». Головные удельники – люди з інвалідністю. Організаторам выступів фонд «Разам тут», який спеціалізується на проведенні інклюзивних культурних, спортивних і адукаційних мероприємствів. При подрихтовці балю заденічали більш за паусотні чоловек – гетоволантеры, предпринимальники і творчі колективи. У выніку отрималося масштабне представлення з майстер-класами, рыцарськими поядынками, середньовічними танцами. У свєці «Гульні Прастолов» люди взаємодійнішуюсь, не глядячи на фізичне обмежавання. «Наше желання як фонда – це создавати культурні мероприятия для людей з различними ограничениями. Ми считаємо, що вони должны бути також адаптувані к цій жизни, також получати развлечення, удовольстві, щастливі моменти. І, естественно, цей бал – можливість для многих із них встретитися, познакомитися, пообщатися, окунутися в атмосферу праздника, якого-то волшебства. Тому вибрали тему «Игру престолов» як найболі антуражну приключінчіську і в теж рімі показуючі, як люди з совершенно разних візрінняй, возможностей, вместе об'єдіняються і, як говориться, побіждають зло і в мірі наступає добро». 25 гадів у Мастацтві. Велікім концертом отзначила свій юбілей творча об'єднання «Студія 7», якою працює при Гомельськім Городськім Центрі Культуры. За чверть века тут дали путівку на великую сцену многим естрадним зоркам. «Студія 7» була першою професійною студією гукозапису у Гомелі. Гето музичне формування одразу об'єднало вакол себе таліновитых людей – поэтів, хореографів, музыкантов, композиторів і виконавців. Менавіта со «Студії 7» вийшов репер «Сярога» з гэтым колективом написав свій хіт «Бумер». Тут же починав творчий шлях і Максим Сапацьков. «Вучні студії 7», що год становяться одзельниками шматликих концертних программ, національних і міжнародних конкурсів. «Мне кажеться, це чудо, ми це чудо пытаємся робити, це магія якась, і над цим роботи дуже багато людей у нас в студії. І, звісно, вибираємо найбільш талантливих, найблагодарних, найбільш верних, найбільш преданних. Воспитуємо любовь к музіке, преданність, дружбу, робимо сем'ю». На юбилейном концерте выступіли балет «Тандем», група «Студія 7» і її знакомітої випускніки. Андрей Яронін – соліст легендарного гурта «Пісняры» і представник Білорусі на «Еуробаченні-2016» Александр Іванов. Завершив вечір новий проект «Студії» – дзявочий вокально-інструментальний ансамбль «Лілу». Штормовое попередження об'явлено на сьогодній, завтра у Гомельській в області. Віной тому – моцный ветер. У многих районах його порыви могут досягать 15-20 метров за секунду. Супрацовники МНС рекомендують у такої надворі, аби ходять хістке будинки, позбігать великих древ і збудування повышеній ризики. Максимально уважливими треба быть усім удельникам дорожного руху, махчима галалєдіцца. А крім того, прогнозуються туманы, знизиться башність на дорогах, особливо у тёмный час суток. Да і рекомендують позбігать ризких перестраєнням, а так само заховувать безпечну дистанцію. Гэты і інші новини, інформацію об праектах телерадіокампанії Гомель, ви можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуск завершений. Всього доброго і до зустрічі у ефірі. Ефір телеканала «Белару-4» продалжаєт де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здраствуйте. Сегодня суд Железнодорожного района Гомеля приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении лиц, обвиняемых в совершении кражи сейфа из офиса транспортной компании. Напомним, утром 15 ноября прошлого года в милицию обратился менеджер организации пассажирских перевозок и сообщил, что ночью в областном центре из их офиса похитили сейф. Стекло входной двери было разбито, а внутри проломлена стена. В сейфе хранилось 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч белорусских рублей. Оперативники во взаимодействии с экспертами установили личность граждан, которые сегодня предстали перед судом. Ими оказались мужчины 37 и 39 лет, жители Гомельщины. Один из них был неоднократно судим и ранее пытался устроиться в данную фирму водителем. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подсудимых, была изъята часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который мужчины выбросили в один из водоемов Ветковского района. Суд продлится несколько дней. А вот житель Чечерска за художество на местных достопримечательностях по решению суда в качестве наказания уже получил полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. 24-летний горожанин ночь с 28 на 29 октября прошлого года с помощью аэрозольной краски обрисовал стены ратуши районного историко-этнографического музея, ворота городского кладбища и храм преображения Господня. Этих стрит-арт произведений ему показалось мало, и он украсил припаркованный возле многоэтажного дома иномарку. Нашли злоумышленника в течение двух дней. В установлении его причастности помог эксперт Будокошелевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, который вник в особенности стиля написания и использованных материалов. Два приятеля из Красного берега Жлобинского района также попали под уголовную статью. 18-летним парням чем-то помешал дорожный знак и железобетонный забор. Свою молодецкую удаль они показали вечером 24 января, повредив пять верхних секций железобетонного ограждения. В Жлобинске РУВД поступило сообщение о том, что неизвестный 24 января повредил пять верхних секций железобетонного ограждения дворовых территорий, а также дорожный знак по улице Совхозной в городке Красный берег. Впоследствии сотрудниками милиции было установлено подозреваемое в совершении хулиганских действий. Ими оказались двое 19-летних местных жителей. Следственным комитетом произошедшему дается правовая оценка. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». За минувший уикенд на территории Гомельской области было зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий. В двух из них пострадали люди. В пятницу около шести вечера 71-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Мерива», двигался по проезду Дубравному в Гомеле. В районе остановки общественного транспорта госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны совершил наезд на 19-летнюю девушку. Она получила травмы, с которыми была доставлена в областную больницу после оказания медицинской помощи и ее отпустили домой. В воскресенье примерно в это же время 26-летний водитель на «Фольксвагене», двигаясь по улице Совхозной, Будокошелева совершил наезд на 51-летнюю женщину, пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована. Если в городе Гомеле девушка пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и на нее был совершенно ест, то в городе Будокошелева женщина решила перейти дорогу в неустанненном месте, при этом не была обозначена свето-возвращающими элементами. Кроме этого, в области было выявлено 28 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии и 78 бесправников. За допущенное нарушение во внимание инспектора в ГАИ попали 158 пешеходов. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В преддверии паузы в чемпионате страны по хоккею в экстралигии «Металлург» обыграл Гомель. Очередной эпизод болесского дерби проходил на льду Сталевара. В первый период получился безголевым. Во втором соперники обменялись заброшенными шайбами. В составе хозяев отличился Колосов, у гостей Серегин. В течение двух минут на старте третьего периода судьи зафиксировали три взятия ворот. Кокшаров сначала вывел рысей вперед. Вскоре Никулин и Соломонов обеспечили лидерство уже Сталевара. Зайчик на 58-й минуте точным броском перевел игру в овертайм. 3-3. В дополнительное время соперники отличиться не смогли, а в серии буллитов точнее были игроки «Металлурга». Жлобинская команда в турнирной таблице на шестом месте, Гомель на пятом. Возобновится чемпионат Беларуси в экстралиге 11 февраля. Мозырская жемчужина Полесье возглавила таблицу чемпионата страны по волейболу среди женских команд в сильнейшем дивизионе. На домашнем паркете мазыренки обыграли могилевский коммунальник 3-1 и подвинули его на вторую строку. А вот гомельская энергия, наоборот, ослабила свои позиции в элите мужского чемпионата. Поездное поражение целегорского шахтера со счетом 0-3 вынудило команду Дмитрия Лихорада уступить место в тройке сильнейших легиону из Обухова. Сейчас энергетики четвертые в турнирной таблице. В футбольный уикенд в Гомеле в крытом манеже стадиона «Луч» состоялись товарищеские поединки с участием команды из Гомельской области. Футбольный клуб «Гомель» провел спарринг с Бобруйской белшиной. Зелено-белые забили по голову ворота гостей в каждом из таймов. Свои же оставили в неприкосновенности. 2-0 победа Гомеля. Поединок между Гомельским локомотивом и Мозырской Славией получился более результативным. 36-й минуте железнодорожники выигрывали 3-0. До перерыва Славия один мяч сумела отыграть. Во втором тайме высокую результативность выдала уже Мозырская команда, забив четырежды. Чем и обеспечила себе итоговую победу 5-3. Команда Гомельской области выиграла общий зачет первенства Беларуси по джудо среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир проходил в стайках под Минском. У юношей в активе 6 наград. Победителями первенства стали Евгений Клеменок и Андрей Шимбалев. Серебро завоевали Илья Баранов и Никита Василенко. Бронзовыми призерами стали Павел Воронов и Степан Терешков. Почин парней поддержали девушки, 7 раз поднявшись на пьедестал. Чемпионками с турнира вернулись Александра Коновалова, Полина Слесаренко и Елизавета Карабут. Добрались до финалов, но уступили своим соперницам Анна Буракова и Ксения Карабут. Бронза у Александры Церенковой. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.